Мастер-классы Дети, которые приходят на наши мастер-классы, они успевают пройти несколько мастер-классов, и у них в руках остается память о том, как это можно сделать. И они дома могут научить еще младших братишек и сестренок, и в детском саду поделиться, и в школе. Это очень тепло, душевно, когда и мастера готовы отдать, и дети с родителями готовы принять все это. Часть сделанных вручную изделий юные участники мастер-классов заберут с собой, чтобы подарить родным и друзьям. Еще часть поделок получат в дар участники другого традиционного фестиваля ДК Подмосковья. Я автор. В нашем фестивале здесь, на фестивале творчества, участвуют родители вместе с детьми. И мы хотим, чтобы этот день стал для них таким общим хорошим воспоминанием. О том, как они сначала делали подарки, а потом на фестивале «Я автор» увидели, как автором песен, автором танцев, автором мультфильмов, автором стихов, эти подарки, сделанные их руками, вручают ребятам на сцене. «Я автор» начинается сразу после фестиваля «Мир в твоих руках». Здесь тоже участвуют юные творцы. Воспитанники творческих студий и коллективов сами ставят свои номера. Яна Сморщок уже четвертый раз становится автором и участником хореографического мероприятия. За свой зажигательный афроджаз в этот день она получает диплом и, конечно, подарок от маленьких участников мастер-классов. В прошлом году я ставила не одна, а мы ставили трио с девочками. Это были «Нити судьбы», очень такой глубокий номер. А в позапрошлом я ставила соло «Болевая точка» про эмоции. Я танцевала с красным полотном. Ангелина Акуратова тоже автор собственного хореографического номера. В выступлении танцовщица попыталась передать важную, по ее мнению, социальную проблему. Большая проблема детей, подростков. У них есть свои маски, свои эмоции, которые они вроде бы пытаются от них избавиться, но они все равно на них нападают. Но в конце все-таки человек вырастает и эти маски снимает. Сувениров от участников мастер-классов хватило всем артистам фестиваля «Я автор». Те, в свою очередь, дарили свои выступления. Такой обмен подарками, пожалуй, подтверждает. Их гораздо лучше дарить, чем получать.